Музыка Загран, сможешь сгадать загадку? Легко У него огромный рот, он зовется? Бегемот Точно, теперь твоя очередь Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу В дупле на старом дубе орешки я грызу Так это же белка Правильно, Саид Здравствуйте, ребята Здравствуйте Смотрю, вы здесь загадки загадываете? Да Ну, отгадайте теперь мою загадку Давайте Я запасливый зверек, в сумке за щекою Я таскаю зерна в свою кладовую Сумки за щекою Так это же хомяк Правильно, Саид, это хомяк Разные сумки видела, но чтобы за щекою, как это так? А вот об этом мы и расскажем в нашей сегодняшней передаче Посмотрите, каких замечательных хомячков я вам принесла Какие они красивые И такие маленькие Можно я хоть ему на руку? Конечно, можно У них наверняка есть имена Конечно Это Чип, это Дейл, а это Гайка Как в мультике Точно А как за ними ухаживать? Хороший вопрос Только давайте обо всем по порядку Хомячки родом из Южной Сирии Где никогда не бывает холодных заснеженных зим Впервые золотистые хомячки были обнаружены в 1839 году Натуралистом Вейерхаусом Но лишь единичные экземпляры этого животного в музеях подтверждали Что открыт новый вид грызуна из семейства хомячкообразных Только в 1930 году израильскому зоологу профессору Ахарони Из Иерусалима удалось поймать первого живого хомячка Произошло это неподалеку от Алеппо Место в Сирии, где впервые обнаружили новый вид хомячкообразных Профессор Ахарони нашел в глубокой норке самку с 12 детенышами Но во время их транспортировки в Англию сумели выжить только несколько животных От них очень скоро появилось потомство Все содержащиеся в наше время в неволе хомячки Ведут свое происхождение именно от этих отловленных в Сирии животных Евгения, а правда, что хомяки помогают ученым проводить различные исследования? Правда, Загра Дело в том, что хомяки это млекопитающие Которые являются самым подходящим биологической моделью человека Без них невозможно было бы научно-исследовательские разработки в сфере медицины, биологии и экологии Так что мы просто обязаны позаботиться о них? Получается, хомяки были вначале дикими животными Потом лабораторными А затем домашними? Можно и так сказать, Саид Относительно кошек и собак Хомячки стали домашними приблизительно около 60 лет тому назад А то, может быть, и позже Сирийских хомяков, например, приучили около 60 лет тому назад А другие виды и того позже Интересно, а сколько всего видов хомячков насчитывают на Земле? Предположительно, около 60 родов Которые объединяют более 240 видов В нашей стране 14 видов, относящихся к 6 родам После того, как хомячков начали разводить неволе Стала возможна селекция И хозяева хомячков смогли создавать новые породы С более длинной шерстью и особым окрасом Так появилось множество родов И теперь каждый из нас может выбрать себе питомца по душе Я столько видела разных клеток Они все такие интересные А какая может больше понравиться? Мне очень нравится, когда подошел к этому вопросу Запомните, ребята, при выборе клетки важно учитывать не ваши предпочтения, а природные особенности хомячков Обратите внимание на клетку Она очень прочная А как вы думаете, можно держать хомяков в картонной или деревянной коробке? Нет Правильно, нельзя А почему? Потому что она может прогрессить клетку У нее острые зубки Совершенно верно В зоомагазинах сейчас очень много клеток на любой вкус В природе хомяки способны преодолевать большие расстояния Для них движение просто необходимо Поэтому минимальный размер клетки для хомячка составляет 50 на 30 сантиметров В таком пространстве у зверяка будет достаточно места для движения Большие клетки для хомячков не только дают простор для движения, но и обеспечивают для животного психологический комфорт Когда зверек не чувствует себя в неволе и тесноте, то ведет себя более естественно Представляете, у хомяков бывают двухэтажные домики, целые апартаменты, будто бы там работал архитектор Ну, по поводу архитекторов не знаю Но вот зоологи и дизайнеры не на шутку поработали над клетками животных Для животного наличие дополнительных этажей значения не имеет Это скорее для хозяина Главное при выборе многоэтажной клетки нужно учитывать, что расстояние между этажами должно быть не больше 30, но и не меньше 18 сантиметров Предпочтение стоит отдавать клетки, в которых можно самостоятельно устанавливать уровни А полочки должны быть изготовлены не из прути, а из сплошного пластика Решетчатые полы этажей могут привести к травме питомца А то, что сквозь него будет проваливаться пища и материал для гнезда, огорчит зверка и доставит ему массу неудобств Я готова мыть и клетку, и тоннели, и лестницу Главное, чтобы моему хомячку было комфортно Моего друга Джамала всегда сбегал хомяк из клетки И он все время его ловил Джамал наверняка забывал закрывать дверцу Вот хомяк и сбегал Да нет, что самое интересное, клетка всегда была закрытой Ребята, причина могла быть самой клетки Дело в том, что при выборе клетки необходимо учитывать расстояние между прутьями Несмотря на то, что хомячки достаточно объемные, они могут пролезть в самые крохотные щели Главное, чтобы при выборе клетки не было поврежденных и гнутых прутьев Дно в клетках может быть статичное и выдвигающееся Второй вариант более удобен в плане уборки Его достаточно выдвинуть и почистить, не вынимая зверька из клетки Но периодически необходимо мыть клетку полностью Иначе может появиться специфический неприятный запах Смотрите, гайка взрослая Обратите внимание, как комфортно чувствует наш питомец Кстати, по поводу подстилки Вы знаете, что многие используют вместо опилок бумагу? Опилки лучше, чем бумага впитывают влагу и запахи Но зверьки могут чихать от них Поэтому, выбирая подстилку, нужно учитывать реакцию питомца Нельзя для подстилки использовать газеты В них содержится свинец, вредное здоровье хомяка Самая хорошая подстилка – это мелкая древесная стружка Она не пилит, достаточно мягка и обезопасит хомяка от падений Такая подстилка позволяет в клетке оставаться более чистой Саид, а ты знаешь, для чего в клетке это колесо? Я думаю, что это колесо для лечения хомяка Он же все-таки должен что-то делать Колесо – это обязательный атрибут хомячьей клетки Оно может быть пластиковое или металлическое Металлическое – более долговечное, а пластик хомяк может погрызть Но пластиковое – меньше шумит К тому же в стальном колесе часто бывают большие расстояния между прутьями Что иногда приводит к травме ног грызуна Поэтому предпочтение стоит отдавать сплошному пластиковому колесу Если вы купите удобное колесо, то ваш питомец, как и его сородичи на воле, сможет постоянно двигаться А движение – это залог здоровья Вспомнила физкульт-минутку про хомячка Учительница в первом классе всегда проводила его для нас Отличная идея! Я даже догадываюсь, о какой зарядке идет речь Давайте уже начнем Хомка, хомка, хомячок, полосатенький бочок Хомка раненько встает, щечки моет, глазки трет Подметает хомка хатку и выходит на зарядку Раз, два, три, четыре, пять Хомка хочет сильным стать Здорово позанимались! Мне кажется, Гайка проголазалась Чем бы ее покормить? Какие есть варианты? Может, зелень дать? А может, орешки? Правильно, ребята Хомячки очень любят зерновые культуры Овес, пшеницу, кукурузу, тыквенные семечки, горох И различные орехи – любимое лаковство хомяков Самое безопасное и сбалансированное питание для вашего питомца Это готовые зерновые смеси, которые продаются в зоомагазинах Часто в такой ком добавляют семечки подсолнуха Но лучше, если их будет совсем немного Для хомячка это вкусная, но слишком жирная пища Предложите грызуну ядр грецкого ореха, немного кешью, фундук, сырой арахис Но не давайте миндаль, ядра абрикоса, вишневые и черешневые косточки Они слишком токсичны Если вы хотите порадовать вашего любимца, купите для него специальный корм Палочку, облепленную различными зернышками Хомячок будет самостоятельно добывать пищу и одновременно стачивать зубки Такая пища должна быть исключительно в качестве лакомства, не чаще раза в месяц То же самое можно сказать и о специальных печенюшках для грызунов В рацион питания хомячков должны обязательно ежедневно входить сочные и зеленые корма Только свежие и вымытые Хомячкам можно давать в небольшом количестве зеленую травку, листья салата, петрушки, укропа, одуванчика, зеленого клевера Который растет вдали от автодорог Едят хомяки и хлеб, но только цельнозерновой И не круглый год, а осенью и зимой Зерновой корм должен всегда находиться в кормушке Если корма будет недостаточно, то хомяк по своей природе начнет делать запасы Я даже знаю, как он делает запасы Он прячет корм за свои щеки Они у него, как настоящие сумки Это заложено природой Каждое животное имеет свои особенности Медведь впадает в спячку Заяц меняет цвет своей шубки А хомяк набивает щеки Так вот про какие сумки вы говорили? Да, загра Щеки хомяка достаточно эластичны И вмещают в себя огромное количество еды Натолкав полные щеки, хомяки торопятся в свои норы Чтобы выгрузить там сестные запасы Хомяки могут делать запасы до 90 килограмм Ого, какие они запасливые Голод им точно не грозит Хомяки очень позитивные животные И не раз становили героем мультфильмов Предлагаю посмотреть один из таких Зеленом груду И лишь хомяки отдаваясь труду Не отвлекаясь за наш ерунду Как жаль, что только грищики Но не теряют бодрость в духах хомяки На свете мы не можем жить Иначе мы хомяки и мы хомячим Как жаль, что только грищики Но не теряют бодрость в духах хомяки И перед нами нет другой задачи Мы хомяки, мы хомяки И мы хомячим И мы хомячим Птички щепечут веселью порою Сушики-норки от радости роют Весело квакают жабы в саду И лишь хомяки отдаваясь труду Не отвлекаются нам ерунду Как жаль, что только грищики Но не теряют бодрость в духах хомяки На свете мы не можем жить Иначе мы хомяки и мы хомячим Как жаль, что только грищики Но не теряют бодрость в духах хомяки И перед нами нет другой задачи Мы хомяки, мы хомяки И мы хомячим И мы хомячим Как жаль, что только грищики Но не теряют бодрость в духах хомяки На свете мы не можем жить Иначе мы хомяки И мы хомячим Как жаль, что только грищики Но не теряют бодрость в духах хомяки И перед нами нет другой задачи Мы хомяки, мы хомяки И мы хомячим И мы хомячим Ну как вам анимационные хомячки? Мне они очень понравились Они такие смешные, как и в жизни Я бы с удовольствием заел себе такого питомца Я маму все просила Купи ты мне щенка А мама мне купила смешного хомячка Он носом всюду тычет И бегает кругом Хомяк, наверное, ищет Свою нору, свой дом Я положу подстилку На кухню в уголок Пускай там отдыхает Мой ласковый зверек Дети, смотрите, как наш хомячок наелся И отдыхает Давайте вспомним, что мы сегодня узнали о хомячках Впервые золотистые хомячки Хомячки были обнаружены в 1839 году Натуралистом Ватерхауза При выборе клетки важно учитывать не ваше предпочтение А природные особенности хомячков Минимальный размер клетки для хомяка Составляет 50 на 30 сантиметров Колесо является обязательным в клетке хомяка Хомячки любят зерновые культуры Овес, тыквенные семечки, кукуруза, горох и различные орехи Являются настоящими лакомствами грызунов В рацион питания хомячков обязательно должны входить сочные и зеленые карма Овощи и фрукты должны быть свежими В списке запрещенных продуктов Капуста, картофель, арбуз, а также экзотические фрукты Воду хомячкам следует давать из подвесной поилки Не забывайте менять подстилку 1-2 раза в неделю В зависимости от загрязнения клетки Я уже определилась Буду заводить хомяка Не спеши с выбором У тебя еще будет время определиться с домашним питомцем У нас впереди еще много интересных тем для передач С нетерпением жду нового знакомства А что это будет за животное Узнаем ровно через неделю Пока-пока Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»